Дай Бог, чтобы твоя страна тебя не пнула с божищем, дай Бог, чтобы твоя жена тебя любила даже нищим. Дай Бог всего, 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 и сразу всем, чтобы не обидно, дай Бог всего, но лишь того, за что потом не будет стыдно. Со стихотворных строчек Евгения Витушенко начал еженедельное аппаратное совещание губернатора Сергея Мороза. Великий русский поэт скончался 1 апреля, и глава области попросил почтить его память минутой молчания. В позапрошлом году Евгений Евтушенко выступал в Ульяновске, встречался и общался с губернатором. Триотическая тема продолжится с сообщением главы области о подготовке к началу весеннего призыва вооруженные силы. Одновременно с теми, кому еще предстоит отдать долг родине, возвращаются служившие. И к ним Сергей Морозов призвал глав муниципалитетов проявить пристальное внимание. Хотел бы очень внимательно, чтобы вы разобрались пофамильно с каждым, кто заканчивал служить военную службу. Поговорите с друзьями, встречайтесь с друзьями, родственниками. Надо очень важно принять правильно ребят. Вот так же, как мы их научились торжественно провожать, когда там Олета, я помню, в Кузовцевском районе, Сергей Морозович, встречались, провожали ребят. Вот таким же образом нам надо научиться и встречать их. Чтобы сразу же, с первых дней, четко понимать, что нужно сделать, чтобы они остались в муниципалитете. Важное внимание уделил глава региона и подготовке к Пасхе, которая в этом году выпадает на 16 апреля. Особенностью праздника станет то, что одновременно с православными в этот же день его будут отмечать все христиане мира. Такие календарные совпадения случаются нечасто. Хотел бы сегодня, к концу дня, увидеть весь полный объеме план пасхального фестиваля. И еще раз обращаю внимание руководителя Министерства культуры о том, что это не один концерт. Это по примеру того, что делается в масштабах страны уже не первый год. Это практически почти целый месяц. От праздников перешли к прозе жизни. Министерство и ведомства подводят итоги первого квартала года. Первым о результате доложило Министерство финансов. Собрано 10 млрд 986 млн рублей. Это 106,4% в выполнении плана. Из этих 10 млрд 986 млн 9 млрд 415 млн – это средства областного бюджета. Выполнение плана составило 106,1%, плюс мы получили 539 млн 692 тысячи рублей. Основными источниками дохода остались налоги и акцизы. Единственный на сегодняшний день минус – это транспортный налог с физических лиц. Здесь бюджет всех уровней дополучили 11 млн рублей. Губернатор призвал принять меры по сбору недоимки. Активизировать работу по получению статуса территории, опережающей развитие Димитровграда. Этот призыв обратил губернатор к администрации муниципального образования. Готов к весеннеполевым работам – еще одна актуальная тема. В области приступили к подкормке озимых культур. Эти работы начались 8 марта. На выходных, еще отряд, во всех муниципальных образованиях выпал снег, что окажет благоприятное влияние на состояние озимых в условиях ночных заморозков. Снежный покров на сегодняшний день достигает порядка 8 сантиметров. После схода снежного покрова проведем уже детальный анализ состояния озимых культур. Если состояние озимых культур не вызывает больших опасений, то о финансовой помощи фермерам этого сказать нельзя. На субсидии аграриям одобрено 106 миллионов рублей. 73 миллиона из этой суммы уже перечислены. Достаточно ли этих средств? Эти денежки в мае не нужны. Они нужны в феврале-марте. Когда идет подготовка, а потом позже пить боржи. Эти деньги потом нужно просто будет вернуть. Смысл они будут там, в мае месяце. Неудовлетворенность губернатора вызвала ситуация с весенним осмотром дорог. Я сказал, что проведите обследование всех дорог. Вот месяц прошел, вы обследование, покажите мне, чтобы вы провели его 100%. Покажите те, что выявлено. В развитии каких муниципальных образований, каких областных и федеральных дорог. Что конкретно сделано? Что конкретно сделано? Министр промышленности, строительства, ЖКК и транспорта Дмитрий Вавилин пообещал в ближайшее время предоставить все результаты весеннего осмотра дорог. В заключении аппаратного совещания вновь праздничная тема. О ходе подготовки к Дню Победы рассказал глава областного совета ветеранов Сергей Ермаков. Сегодня первое внимание уделяется тому, как завершить обследование здоровья всех ветеранов-участников войны. А их на сегодня осталось в области 967 участников войны. Вот до такого минимальной цифры мы стали доходить. Ну а кроме того, есть, может, можно отнести к ветеранам Великой Отечественной войны, вдоль, участники других категорий, всего свыше 21 тысяч. Вот этой категории сейчас удаляется самое пристальное внимание. Кроме того, в зоне пристального внимания благоустройство памятников, прилегающей к ним территории, которая должна полностью завершиться к 25 апреля. Готовятся области провести традиционное шествие бессмертного полка, занимаются высадкой Леса Победы и подводят промежуточные итоги акции «Солдатский треугольник». Письма с фронта и на фронт, хранящиеся в семейных архивах ульяновцев, планируют объединить под обложкой одной книги. Егор Стоф, Юрий Конихин, Новости дня, Ульяновская правда.